Давайте синоним к слову «защитник» подберем. Казаки. Казаки являлись защитниками. Неудивительно, что для этих ребят главные хранители родины – казаки, ведь это учреждение с богатым историческим прошлым. Наша школа была построена в 1875 году, и тогда она уже была казачья школа. И здесь учились дети казаков. А в 1887 году вот по этой лестнице и в зданиях этой школы ходил сам царь Александр III. Сегодня здесь на экскурсии главный казачий атаман России Николай Далуда. Здорово, дочекали! Слава Богу! Это какой класс? Прилитивый. В школьном музее ребята показывают сцены казачьего быта. Мастерят рогатки, фасоль перебирают, шьют. Впрочем, и детсадовцы не отстают. Отлично! Все, ты теперь... Видишь, кривой молоточек стоит. Видишь, у тебя вот так идет. Знакомство с кузнечным делом для мальчишек не проходит даром. Мне сейчас научились выгнать гвоздь. Простой гвоздь выгнуть – это ж гордость уже. Меня дедушка не давал. Но говорю, как, ты же мужчина, ты же должен уметь работать. Вот он умеет работать теперь. Умеют казачата и отдыхать. Детский сад «Теремок» уже шесть лет имеет статус казачьего. Всего же на Дону в таком статусе более 570 учебных заведений. От детсадов до вузов. У нас отстроена четкая система взаимодействия и преподавателей, и учебного персонала. Система отработана в части получения дополнительного образования. Поэтому есть, что показать, есть, чем поделиться опытом. И мы с удовольствием это сделаем для наших гостей. Непрерывная система казачьего образования включает в себя не только получение знаний по истории казачества и его традиции. Она позволяет уже со старших групп детского сада растить достойную атаманскую смену. Все эти годы – 11 лет в школе и два года в детском садике – мы как раз закладываем принципы в обучение. Это честь, совесть, долг, верность веры предков, преданное служение своему отечеству, своему народу, своей великой России, неприятие подлости, коварства, лицемерия. В завершении поездки казачий генерал побывал на инструктаже правоохранителей и казаков-дружинников, обеспечивающих правопорядок на улицах Новочеркасска. Здесь отличившимся торжественно вручили грамоты. После награждения, чеканья шаг, они вновь отправились на службу. Наталья Самойлова, Руслан Хамчиев, ДУН-24, Новочеркасск.